Друзья, всем добрый день! И наконец-то чемпионский тур, чемпионский дайджест. Ура! Е! Супер! Класс! Поехали! Вот пока не начали, поставьте, пожалуйста, лайк этому ролику. Подпишитесь на нас во всех соцсетях. Приятного аппетита, если вы сейчас едите. Если вы сейчас в туалете или в ванной, то приятного вам времяпрепровождения. Ну, в любом случае, приятного просмотра. Давайте начинать. И начнем с зоны Восток. Там Леон-Бристоль-Сити. Это супер матч, последний тур, где выясняли отношения первой и второй команды. От этого матча зависело, кто займет первое место, и поэтому он был сверх принципиальным. Сумасшедший матч получился по моментам, правда, в основном они были в ворота Леона. И это был бенефис лучшего вратаря зоны Восток, Тимура Хусаинова. Тут парирует, и тут спасает. И здесь в падении, ну пропусти ты уже, у меня фантазия уже заканчивается, блядь. Ну, слава богу. Вернее, Кириллу Семенову из Бристоля. Второй тайм. В центре поля мяч перехватывает Леон, берет его в свои ноги Василий Тарасов, бьет практически с центра поля и забивает счет ничейный 1-1. Но Бристоль продолжил давить на ворота Леона, и вот такой момент. Не с первой попытки, но тем не менее Максим Фуртак забивает гол. Нет, ну вы посмотрите на него, этот Тимур Хусаинов опять за свое. Но нашелся на него и второй гол Кирилла Семенова, это 3-1 с добиванием. И это чемпионство Бристоль-Сити в этом розыгрыше Востока первого дивизиона. Ну, кстати говоря, перед этим матчем Леон играл с эгрессией, сыграл ничью, потеряв шансы на чемпионство. Да, я вас обманул, прошлый матч ничего не решал, но зато вам было интересно на него посмотреть. К результатам других матчей. Многие из них закончились техническими поражениями, но вот из тех, что состоялись, например, Алани Ревизор ЛФК Рэдбулл. Там Алани Ревизор выиграл 6-3. Ну, а другие результаты я уже озвучил, так что быстро переходим к турнирам таблицы. Видим, что Бристоль-Сити выиграл. Да, я не врал. Ну, вот и Леон на втором месте, как я тоже и говорил. Алани Ревизор в одном очке от Леона. И все-таки вот в этой схватке за третье место побеждает она, а не эгрессия. Ну, теперь давайте к задачке по математике начальных классов. Дано, претенденты на чемпионство Рома Б и Порту. У них матчи против Зюльты Варигем и Белой Гвардии, соответственно. Что в этой задачке неизвестно? Да, вы правильно догадываетесь. Неизвестно то, как оба претендента на золото умудрились проиграть решающие матчи. Первым за Рому забил Эрвин Умеров. Без особых проблем удвоил Иван Зуев. А дальше пошло-поехало. Пенальти на игроке Белой Гвардии. Никита Кучер его реализовывает. Затем Виктор Грешнев сравнивает. Дальше Данил Баклагин выводит Белую Гвардию вперед. Далее Анатолий Ребриков ударом с разворота выводит Белую Гвардию еще более вперед. Галы Виктора Грешнева и Никита Кучера приговаривают Рому Б. И непонятно, как это вообще возможно. Однако за Рому еще забил Глеб Тултибаев один. А второй Глеб Толстов. Но этого недостаточно для чемпионства. В матче Зюльте-Варигема и Порту такая же история. Только там пам-пам-пам-пам. И Зюльте уже 4-0 ведет. Но правда были еще пам-пам-пам от Порту. Но это 4-3 в пользу Зюльте-Варигема. И вот эта вот вся ситуация в целом подтверждает тот тезис, что ни одна из команд не хотела выигрывать. Просто уходить из этого дивизиона Восток-2. Непонятно почему. Может быть там какая-то своя атмосфера. Тем не менее, как ни старался Порту проиграть этот сезон, они все-таки выиграли. Не знаю, стоит ли их с этим поздравлять. Но давайте поздравим. Кстати, к нам в Вифлигу заглядывал Мамаду Майга. Это игрок Нижнего Новгорода. А раньше он играл за Рому Б. Результат 2-го дивизиона. 4-3 Бордо выиграл у Ривьеры. Скиф Мото 6-1 победил Айнтрах. А Спорт с Технарем выиграл 5-0 у Севилья. Ну и видим мы эту таблицу в последний раз. Давайте без слез. Просто посмотрим, как все завершилось. На севере тоже была жара. Причем сценарии тут как будто бы писали в лучших традициях Голливуда. Болливуда не знаю чего. Но в общем было интересно. На чемпионство претендовало сразу несколько команд. Но основные дух провинции и Гренобль. И проблемы начались у дух провинции в матче с Лиманом. Лиман вообще это такая команда. Она среднячок. Но с фаворитами она играет максимально собрано. А случился тут вот такой гол. Полукурьезный. В первом тайме практически с центра поля. Казалось бы что в нем сложного. Но нет там отскок был от защитника. Поэтому тут не все так просто. Тем не менее успел сравнять дух провинции счет. Кирилл Иванов спас от своих ворот. Забивает в одно касание. 1-1 перерыв. И во втором тайме опять удар с центра поля. Поворотом духа провинции. И Иван Мосин кладет второй. 2-1. Лиман впереди. У дух провинции все плохо. Ну и понадобилось 10 минут дух провинции. Чтобы счет сравнять. Забил Никита Горянин. Но очередной удар Лимана. И Никита Крылатов снова выводит Лиман вперед. 3-2. А вот кстати и маскот дух провинции. Видимо помог забить третий и сравнять счет. А это у нас сделал Сергей Молчанов. Ну и после этого результата Греноблю оставалось выиграть у Интер Москва. Не самые сильные команды. Но с этим тоже начались проблемы. Ну во-первых Андрей Рощупкин из Гренобля срезал свои ворота. Уже на шестой минуте Интер повел. Сумели быстро отыграться гренобльцы. Заброс в штрафную с аутой. Евгений Драшнов забивает головой. Там куча рикошетов. Но тем не менее. Тем не менее Интер выходит вперед. И забивает Иван Беров. А затем Роман Кеменов. В счет 3-1. У Гренобля тоже все горит в штрафной. И горит их чемпионство. И кстати во второй раз Роман Кеменов воспользовался переполохом в защите соперника. И забил четвертый. И расстроил гренобльцев и их фанатов. Но что произошло дальше. Я не знаю просто как описать. Там просто у Гренобля 8 Рокки Бальбо. А в команде они сначала забили первый. Сделал это Илья Меркулов. Практически с центра поля. Затем Евгений Лисица хитрым образом обыграл защитника. И пробил в ближний угол. 4-3. За 4 минуты до конца матча Андрей Золотарев сравнял. Но этого могло не хватить. Поэтому нужно было забивать пятый. Что и случилось. Причем очень красиво. Это сделал Сергей Дроздов за 2 минуты до конца. Вот таким образом Гренобля забирает первое место в зоне север. И нельзя сказать что не заслужено. Быстро пройдемся по другим результатам. Вот дух провинции несмотря на свою победу над Москвой. Все равно занимает третье место. 3-2. Итог матча Тулуза Аячо. В пользу Аячо. Ну а тут мы видим действительно да лидерство Гренобля с отрывом в одно очко от Аячо и дух провинции. Все таки тут интрига жила до последнего тура. Если бы был какой-то дополнительный тур. Вообще неизвестно кто бы в этом случае победил. Но тем не менее поздравляем Гренобль. Во втором южном дивизионе такая была ситуация. Играл Гамбург и Санкт-Паули. Санкт-Паули нужно было побеждать чтобы стать чемпионом. Ну или хотя бы сыграть в ничью. И что вы думаете конечно же он проиграл. Да начали хорошо. Забил Егора Русских. Но Гамбург сравнял усилиями Ивана Семенова. А затем Александр Выдрин вывел Гамбург вперед. Егор Русских не хотел отпускать ситуацию. Забил второй. Счет сравнял. А его партнер по команде по фамилии Маматалиев во втором тайме забил третий для Санкт-Паули. И Санкт-Паули снова лидирует. И в матче и в турнирной таблице. Но были принципиально против Гамбургцы. И Бояринцев на 49 минуте счет сравнял ударом в девятку. А вы представляете на 60 минуте уже в добавленном время Александр Выдрин забил Санкт-Паули. Второй пенальти ворота Санкт-Паули назначили. И на этот раз снова гол. Его забил Барабанов, расстроенные спины игроков Санкт-Паули. И все зависит только от матча Ларьян-Шальки-Бе. Если Ларьян выигрывает с Шальки-Бе, а Шальки-Бе это аутсайдер всей южной зоны. Это последняя команда юга. Тогда Ларьян получит право золотого матча. И уже там будет решаться кто выйдет в первый дивизион. Что вы думаете? Матч Ларьяна-Шальки-Бе с последней командой. Ларьян проигрывает 1-10. Вот так вот буднично Ларьян дарит подарок Санкт-Паули. А именно выход в первый дивизион южной зоны. Но мы все понимаем, что у Ларьяна щедрая душа. Возможно в следующем розыгрыше и флиге Ларьян будет менее расточительным. Интересный матч выдали с Кантерф Юнайтед и Кайзер Слаутерн. Закончился он со счетом 6-9. Вы уж в меру своей испорченности думайте, насколько это крутой счет. Яндекс Тим проиграл 2-9 Солнцеву парку. 4-2 Гройтерф Юрт выиграл Кайзер Слаутерн. И 4-2 Гройтерф Юрт выиграл Укельна. Вот так вот банально Гройтерф Юрт заканчивает свой сезон. На пятом, между прочим, месте. На четвертом расположилось Солнцеву парк. Ларьян на третьем. Скантер на втором. И Санкт-Паули празднуют чемпионство. И выход в первый дивизион. С западом мы остаемся наедине. Еще несколько туров будет выходить дайджест. И будет он посвящен исключительно западу. Ну, в первом дивизионе играл Ипсвич и Астон Вилла. Счет в этом матче открыл Галеодор Давида Краперидзе. Вратарю не удалось спасти. Затем ему дали пробить пенальти. И он забил. Да, с отскоком от штанги, но забил. Третий гол ворота Ипсвича неожиданно забил не Давида Краперидзе. Это сделал Александр Усенко. Один в первом тайме отквитал Айзибек Пайгамов. Счет 3-1. Но уже во втором тайме Айзибек подвел команду и забил свои ворота. Впрочем, если бы не он, то забил бы игрок Астон Виллы. Скорее всего. Затем случился хитрик Давида Краперидзе. К 40-й минуте счет был 5-1. Немного ситуацию подправили. Гол Олега Мураховского. Очень красивый по какой-то невероятной траектории. Правда, Давида Краперидзе не остановился и забил для себя четвертый. Кстати, в прошлом туре у нас в Телеграм-канале открыли филиал модного приговора. Вот теперь предлагаю обратить внимание на кепку вратаря Астон Виллы. Можете оценить ее лайком, но кажется, ему она самому не нравится. Вот так вот он ее пнул перед пенальти. Может быть, это был такой ритуал на удачу, но тем не менее гол был забит. И его забил Виталий Новак. Я все еще переживаю за судьбу кепки. Посмотрите, что с ней стало. Она слетела с головы вратаря и даже, возможно, стала причиной второго пенальти ворота Астон Виллы. Но тут уже вратарь справился. Все-таки кепка, а вернее ее отсутствие, помогло ему. И далее долгий розыгрыш у главого. Можно даже пару секунд помолчать. А потом сказать, что Игорь Раца забил. Последний гол в этом матче забил Виталий Новак. Но тем не менее, Искра не смогла воспользоваться оплошностью Ипсвича и проиграла свой матч Фулхаму. 3-4 счет. Куинспарк Рейнджерс 2-6 проиграл Вестерн Эджу. Халл Сити 5-2 выиграл у Шеффилда. А Ноттингем Форест проиграл 2-3 Ливерпулю. И вот она турнирная таблица, которую мы увидим еще несколько раз. Тут все остается на своих местах. В целом Ипсвич лидирует. Искра догоняет. Последний матч на сегодня прошел во втором дивизионе с запада. Играли ресурсы Инферно. Очередная команда пытается украсть у ресурса хотя бы одно очко. Но Алексей Ланцов сразу на третьей минуте обозначает, что это невозможно. Второй мяч кладет Сергей Кутузов. Но Кирилл Орехов воспользовался невнимательностью вратаря, пробил ближний, а тот даже не прыгнул за ним. Просто быстрым шагом прогулялся в ту сторону, в которую летел мяч. Две минуты проходят. Кирилл Орехов снова бьет и снова забивает. 2-2. Вот это дань. Но, как всегда, в случае с ресурсом это все ненадолго. Ветер от мира, Межгихов через несколько минут уже выводят команду вперед. А затем перехват и Сергей Кутузов забивает в дальний угол. А во втором тайме и третий забивает ударом через себя. Кириллу Орехову совсем не нравился этот сценарий. И он забил третий. Но, кажется, ресурсу было неважно, что думал Кирилл Орехов. Ветер от мира, Межгихов забивает шестой для ресурса. И у Инферно в этом матче хватило только на гол Юрия Сухарева. Причем тоже не без помощи вратаря. Который становится Харри Магуайром Тура. Андрей Нижник. Самый крупный счет 12-3 в матче Тоттенхэм Юнайтед и Ньюкасл Юнайтед. Первый Юнайтед победил. У Ньюкасла Юнайтед до этого матча была игра с предатором. Она закончилась ничьей 4-4. Эвертон 2-3-4 проиграл Тоттенхэм Юнайтед. Юнайтед оф Манчестер, господи, сколько же много этих Юнайтед. Сплошные объединения какие-то. Ну, в общем, объединение Манчестера выиграло у Портсмута. Счет 7-4. Миддлсбро проиграл ресурсу 1-6. Ну, кто бы сомневался. Инферно 1-11 проиграла Таурсу. По таблице ничего нового сказать не могу. Ресурс чемпион. Друзья, на этом у меня все. В очередной раз желаю вам играть в футбол вместе с нами. Даже если в вашей зоне он уже закончился. Но давайте оставаться на связи. И до скорых встреч.